МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате взрыва он получил легкие ожоги рук и был деспитализирован. Автопробег был прекращен, а улица перекрыта. Полиция Атланта была приведена в состоянии повышенной готовности еще с момента теракта во время марафонского забега в Бостоне. В результате взрывов в столице Массачусетса погибли три человека. Израильский город Эйлад подвергся ракетному обстрелу. Перед падением снарядов в курорте на берегу Красного моря прозвучала сирена воздушной тревоги, но система про железный купол не сработала. Причины выясняются. В результате атаки никто не пострадал. Израильские военные полагают, что обстрел ввелся с территории Синайского полуострова. По предварительным данным, в районе Эйлада упали две ракеты. Еще два снаряда, по информации некоторых СМИ, упали в районе иорданского города Акаба. Наши специалисты прочесывают местность. Мы обнаружили места падения двух ракет. Никто не пострадал. В Эйладе введены повышенные меры безопасности. В случае, если сирена тревоги вновь прозвучит, мы призываем жителей немедленно укрыться в безопасном месте. Лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес по-прежнему отказывается признавать победу на выборах Николаса Мадуро. Тем не менее, назначенный на сегодня протестный марш Каприлес решил отменить, по его словам, чтобы избежать насилия. Ранее Мадуро заявил, что не разрешит оппозиции провести запланированный митинг, добавив, что настало время действовать жестко. Приемник покойного Угачавеса также обвинил оппозицию в подготовке переворота и организации столкновений после того, как были объявлены итоги президентских выборов. Нина Шамугия продолжит. Бунт-кастрюль может привести к новым жертвам. Оппозиция Венесуэлы приняла решение об отмене митинга, якобы получив данные о готовящихся провокациях. Я решил не мобилизовать своих сторонников и прошу их прислушаться ко мне. Если кто-то выйдет на улицы, это будет свидетельствовать о том, что они на стороне насилия и играют заодно с правительством. Режим готовится к насилию. Жертвами столкновений уже стали семь человек. Каприлес и Мадуро винят друг друга. Сторонники двух политических сил также непримиримы. Оппозиция во главе с Каприлесом должна понять, что чавесистов больше. Мы не смиримся с гибелью семи человек, и Мадуро придется предпринять определенные меры. На улицы вышли люди без страха, готовые сделать все необходимое для защиты своих голосов. Разрыв между победителем-социалистом и правым кандидатом составляет 262 тысячи голосов, при том, что голосовали 15 миллионов венесуэльцев. Энрике Каприлес требует посчитать еще раз. Многоступенчатую венесуэльскую избирательную систему даже бывший американский президент Картер называл едва ли не самой прозрачной в мире. Но теперь Белый дом вторит Каприлесу, призывая пересчитать голоса вручную. Николас Мадуро готов поручить избирательной комиссии это сделать, но после вступления в должность. Не мутить воду США призывают латиноамериканские соседи Венесуэлы. Смириться с избранием преемника Уго Чавес американского брата просит и Аргентина. Буэнос-Айрес призывает Вашингтон признать результаты выборов в Венесуэле, как это уже сделала Россия и вся Южная Америка. Я осмеливаюсь высказать правительству США скромную просьбу признать венесуэльское правительство Николаса Мадуро, которое пришло к власти в результате прозрачных и честных выборов. Власть, которой обладает США, подразумевает ответственность. И прежде всего ответственность в деле строительства мира. В созидательной силе Вашингтона сомневается другой южноамериканский лидер. Идейный соратник бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса Эва Моралес выплеснул новую дозу обвинений в адрес США. Соединенные Штаты не имеют морального права оспаривать результаты выборов ни в одной из стран Латинской Америки в частности и мира в целом. США стремятся вызвать потрясение и нестабильность Венесуэля, чтобы оправдать возможную агрессию. Стратегия Америки заключается в том, чтобы совершить интервенцию и захватить силой природные ресурсы менее развитых стран. Но я предупреждаю, что социальные движения и антиимпериалистические правительства регионов станут на защиту демократии Венесуэля. В свою очередь власти США заявили о готовности сотрудничать с любым правительством Венесуэлы, которое будет сформировано по итогам президентских выборов. Эксперты не исключают, что бывший водитель автобуса Мадуро, выиграв президентскую гонку и осуществив свою латиноамериканскую мечту, может реализовать и мечту американскую – покончить с затяжной холодной войной между Каракасом и Вашингтоном. Дружба с большим братом поможет ему не только сохранить пост, но и набрать политические и экономические очки перед Западом. Правда, тогда придется предать своего духовного отца – Угачависа. Нина Шамугия, РТВА Суд над Алексеем Навальным отложен. Процесс по так называемому «делу Киров-Леса» перенесен на 24 апреля. Оппозиционер и известный блогер обвиняются в хищении 16 миллионов рублей. По версии следствия, преступление было совершено в 2009 году, когда Навальный работал советником кировского губернатора Никита Белых. Слушания в городском суде Кирова должны были начаться сегодня, однако суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов. Защита просила предоставить дополнительное время на ознакомление с материалами уголовного дела. А это 29 томов. Все обвинения в свой адрес Навальный называет «сфабрикованными». Мы в принципе удовлетворены тем, что это дело было отложено еще на неделю и нам дали небольшое время для ознакомления, хотя не столько, сколько мы просили. Абсолютно убежден, что мы полностью докажем свою невиновность и политическая мотивация и политические причины этого процесса вновь всем станут известны. Сейчас коротко о других международных новостях. Российского бизнесмена обвинили в США в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконного игорного бизнеса. По данным Нью-Йоркской прокуратуры, Алимжан Тахтахунов, более известный как «Тайванчик», был одним из лидеров международной преступной группировки. Экс-министр бюджета Франции Жером Ковюзак, оказавшийся в центре громкого финансового скандала, решил уйти из политики. Чиновник был вынужден покинуть пост, когда стало известно о его незаконном банковском счете в Швейцарии. Теперь он объявил и о сложении из себя полномочий депутата национального собрания. Число жертв птичьего гриппа в Китае достигло 16 человек. Скончались два жителя Шанхая, зараженных вирусом H7N9. Способность опасного штамма передаваться от человека к человеку все еще не доказана. В настоящее время число заразившихся птичьим гриппом граждан КНР достигло 77 человек. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий и встретимся менее чем через два часа. Не переключайте.